Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алла, и я хочу сказать, что это видео прислала мне моя знакомая девочка, которая пошла за пособием президента, 500 тысяч сумм, в ипотекабанк. Ей позвонили с нашей Махали Авиасазлар и сказали, иди быстренько получи пособие, если сейчас не получишь, то вообще не получишь. Это было 19.15. Она им объясняет, ребята, я больна коронавирусом, у меня температура 40, сын болен коронавирусом, у неё первокласска, да, пойдёт только в первый класс ребёнок. Мама больна тоже коронавирусом, тоже температура 40. Мы заразные, у нас сейчас активная фаза, а ей наши Махали отвечают. Ничего не знаем, не придёшь, не получишь. Иди в ипотекабанк. Вот она пришла, выпила обезболивающее, одела маску, всё как положено, пришла. И вот такая очередь. Она говорит, тётя Аллочка, вы не представляете, я столько времени стояла, там такое убийство, такая давка, людям плохо. Люди лезут, расталкивают друг друга локтями, лишь бы получить пособие для первоклашек, которые выделил президент. На всю республику, на весь Ташкент все первоклашки должны получить пособие в размере 500 тысяч сумм. Но почему-то, если вот в этот день, 21 августа, они, если не получат это пособие, то сказали, вообще не получат. Хотя она предложила Махале, говорит, давайте хотя бы на карту как-то перечислите. Я же могу людей заразить. Можно как-то по-другому сделать так, чтобы я получила это пособие. Я мать-одиночка. Ей сказали, ничего не знаем, распоряжение Хакима. Но неужели ешнабадский наш Хаким должен прийти, всем навешать люлей, и чтобы все сделали всё правильно? Почему всё делают через одно место? Почему нельзя действительно, реально организовать в наше время, во время карантина, во время заболеваний, такой повышенное идёт заболевание короной, нельзя организовать нормальное получение пособий. Вот я в шоке просто. Как жить? Наверное, это специально делается, чтобы больше всего заразилось людей. Вот вы как считаете, ребята? Я просто, вот просто нет слов. Продолжение следует...